Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому слова Господа нашего Иисуса Христа из 5 главы Евангелия от Матфея «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним» они, конечно, целой жизни человека-христианина. Ни в коем случае нельзя ни с кем расставаться в ссоре. Надо сделать со своей стороны все, чтобы помириться. Не всегда человек пойдет вам навстречу. Но мы помним слова апостола Павла. «По возможности старайтесь иметь мир со всеми. Со своей стороны ты все сделаешь, что можно. Помолись за этого человека, как Господь и сказал, молитесь за обижающих вас, чтобы сердце твое оттаяло по отношению к нему, согрелось, чтобы ты на него ничего не держал. Сам попроси прощения. Если он пока не может тебя простить, продолжай за него молиться. И рано или поздно он тебя простит, или, по крайней мере, Господь тебе не вменит этого греха. Но, вы знаете, удивительно, есть чин на отпевании человека, чин прощения или прощания. Это слова очень близкие друг к другу. Когда уже после отпевания каждый родственник или знакомый, друг усопшего, который сейчас лежит в гробу, посреди храма, под пение стихир, подходит, делает земной поклон, это телесный образ того, что он просит прощения, благословляет крестным знаменем покойника, целует его в лоб, и это свидетельство того, что он тоже его прощает. Причем очень важно, как мне кажется, простить все, даже то, в чем этот человек был совершенно, очевидно, неправ. Потому что Господь, по милости своей, сотворив нас всех единым целым телом церкви, Он сделал так, что мы все друг от друга зависим и друг на друга влияем. Мы не знаем, как прощение от человека связано с прощением от Господа, потому что, конечно, только один Бог может отпускать грехи, но оно связано. И эта тайна чуть-чуть приоткрыта в том, что Христос и сказал женщине, взятой в прелюбодеянии, когда все, обличаемые совестью, как сказано, один с другим удалились, Христос ей сказал. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщин, сказал, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Поэтому наше прощение, даже в самых очевидных и понятных, может быть, каких-то злобах, грехах и бедах, которые нам причинился общий человек, поможет ему быть оправданным от Господа. Потому что милость превозносится над судом каким-то тайным образом, как мы не знаем. Но мы в это верим, что милость у Господа больше, чем суд. И мы помним слова преподобного Исаака Сирина, который сказал, «Никогда не называй Бога справедливым». Если бы он был справедлив, никто бы из нас не остался жив. Называй его милосердно. Вот веря в это, мы молимся о том, чтобы Господь простил усопшего в том, в чем мы сами его прощаем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.